Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Меня все так же зовут Виталий. Напоминаю, что на время отсутствия Артема я буду делиться с вами основными фундаментальными событиями на этой неделе. И давайте начнем сразу с цен на золото, которые незначительно укрепились в ходе торгов понедельник и как будто бы вновь потихоньку приближаются к отметке 1800. В конце прошедшей недели котировки продемонстрировали снижение, что было с провоцированным ростом неопределенности, в отношении сокращения программы количественного смягчения Федеральной резервной системы США. Однако хочется напомнить, что даже самые смелые прогнозы предполагают частичный отказ от действующих стимулов ближе к концу ноября, но вероятно, что регулятор будет занимать выжидательную позицию до начала следующего года. Заметным образом на решение ФРС США может повлиять не только экономическая обстановка в мире, но также и действия других мировых регуляторов. Например, Европейский центральный банк может объявить о частичном сокращении своей программы количественного в течение уже 16 сентября. Итак, по золоту можно ожидать уровня роста котировок примерно до уровня 1800. Вероятно, этот уровень золота еще потрогает. Далее поговорим о валютной паре британский фунт к доллару США. Британский фунт показал неуверенный рост в ходе торгов в понедельник, консолидируясь вблизи отметки 1.3815 и ожидая появления новых драйверов роста. Фунт пытался неделю, однако закрепиться на новых локальных максимумов с 3 сентября ему все же не удалось. На это в том числе повлияли довольно слабые микроэкономические данные из Великобритании. Так, например, ВВП Великобритании в июле вырос всего на 0,1% после роста на 1% в июне, когда, тогда как ожидалось, замедление темпов роста на 0,6%. Квартальная оценка темпов роста экономики Великобритании в августе также была пересмотрена в сторону снижения с 3,6% до 2,4% при прогнозе почти на 4,5%. Позитивными оказались только данные по промышленному производству. Так, в июле показатель вырос на 1,2% после снижения 0,7% в июне. Уже завтра инвестор ждает публикации августовского отчета по рынку труда Великобритании, который ожидается в 9 часов по восточноевропейскому времени. Вполне можно ожидать укрепления британского фунта до уровня 1,38470. И давайте также поговорим о валютной паре доллар к японской иене. Там наблюдается интересная картина, идет поджатие котировок к уровню 110 и очень похоже, что доллар собирается взять этот уровень. Вблизи данного уровня пара торгуется почти месяц, но определиться с новым трендом инвесторам пока достаточно тяжело. Некоторое давление на позиции иены оказывает неуверенная статистика из Японии по производству инфляции. Так, например, индекс цен производителей товаров в августе показал нулевую динамику после роста в 1,1% в июле, хотя ожидалось сохранение слабой положительной динамики на уровне 0,2%. Однако, в свою очередь, индекс деловых условий крупных производителей показал позитивные результаты, поднявшись в третьем квартале 2021 года. Как я и сказал ранее, в среднесрочной перспективе можно ожидать пробития уровня 110 и закрепления выше его, но ближайшая цель может находиться на отметке 110-400. Главные экономические события на сегодня – это отчет об изменении числа лиц, претендующих на пособие по безработице и непосредственно уровень безработицы Великобритании. Данные отчетов ждем в 9 часов утра по восточно-европейскому времени. Также следим за отчетами о состоянии американской экономики в 15.30 по восточно-европейскому времени. У меня на этом на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Желаю вам успешной торговли.